Добрый, насколько это возможно, суток. Пришел такой интересный вопрос, можно сказать, с подковыркой. Верю ли я, как врач, в то, что все болезни в мире появились только во время нашего прородца Якова? Да, то есть, ну, а так, округляя чуть меньше, чем 4 тысячи лет назад. Во-первых, почему этот вопрос возник? Потому что есть медраж, и мы сейчас обсудим, что такое медраж. Что действительно болезни пришли в этот мир, когда Яков состарился для определенной цели. Теперь, возвращаясь к вашему вопросу, как врач, так и вы спрашиваете, на первое нужно отвечать первое. Действительно, казалось бы, если есть серьезная проблема, как болезни могли появиться только во время прородца Якова, а до этого их не было. И мы сейчас не будем, так сказать, даваться возраст мира. У меня был отдельный урок про динозавров, но просто использую хронологию Торы, скажем так, с возникновения первого человека в той форме, в которой мы его знаем. Скажем, округленно было полторы тысячи лет, грубо говоря, да, и никаких болезней не было. В чем здесь проблема? Во-первых, мы знаем, что есть много патогенов, бактерий, вирусов, микроорганизмов и других патогенов, которые были сотворены. То есть мы, как мы говорили, мы, казалось бы, не видим, что Всевышний сотворял какие-то новые виды после завершения сотворения мира. И хотя Всевышний все может сделать, это выглядит очень необычно. Кроме того, мы видим, что у животных, например, есть болезни, похожие на болезни людей, связанные с их физиологией. И сложно поверить, да, что вот вдруг во времена праотца Якова Всевышний сотворил буквально триллионы каких-то патогенов на земле и болезни у животных тоже. Это, так сказать, подоплека вашего вопроса. Ответ на это, мне кажется, очень несложный. Но нужно понять, как я уже много раз говорил, о чем идет речь. Мы говорим, что это один из мидрашей. Это не текст Тора, а один из мидрашей. В чем разница? Я буду использовать то, что говорил Раф Хутнер. В собрании его лекции называется «Пахот Ицхак». Он был главой Ешивы в Америке. И он говорил, что мидраж, безусловно, правилен. И это является правдой, как слова мудрецов. Но нужно понимать, о чем идет речь. Вообще, для того, чтобы прийти к правильному выводу, нужно понимать, о чем идет речь. Особенно, когда вы имеете в виду дело с писанным материалом, что перед вами. Как мы, я еще раз просто, я не буду это обсуждать, но я просто это упомяну, что возьмем такое стихотворение Роберта Берутса. «My heart in the highland, my heart is not here, my heart in the highland, she is in a deer». Да, что я, мое сердце не здесь, оно в горах преследует оленя, шотландский поэт. Да, если я думаю, что у меня учебник по кардиологии, то я буду просто в шоке. Да, я думаю, что какой-то бред. Может быть, человек был в состоянии делириума, да, то есть какого-то психоза, вызванного, например, наркотиками или какими-то там другими проблемами, или у него была шизофрения, или это просто бред. Но на самом деле это поэзия, и поэтому никакого отношения к физиологии и кардиологии она не имеет. То есть сердце у него было внутри, но речь идет совсем о другом. То есть мессер, да, вы говорите, месседж этого стихотворения никак не связан с кардиологией. С чем же идет речь, возвращаясь к вашему вопросу? Медраж, как говорит Раф Хутнер, это правда, но это правда, которая относится к механизмам духовного мира. Она могла и не в полной или вообще не осуществляться в мире действия. Например, чувства человека, мысли человека, да, их нельзя в пробирке синтезировать, да. И медраж относится к этим аспектам, поэтому медрашей может быть много, да. Например, есть медраж о том, что Аврааму было три года, когда он там сломался статуей отца. Есть медраж, что ему было 40 лет, да. Есть медраж, что, например, Ктура, это была Агарь, как мы говорили. А есть медраж, что Ктура, та же женщина, упомянутая в Танахе, это была кнаанейская женщина. Да, если вы посмотрите разные примеры, как отдать, найдется человек, не может, они взаимоисключаемы. Есть мнение в Талмуде, что все еще не благословил Авраама всем, потому что у него была дочь, а другое мнение, что у него не было дочь, а третье мнение, что вообще речь идет о духовных явлениях, взаимоисключающие вещи. То есть, они не могут быть одновременно все, если медраж в медраж правда, то они взаимоисключают друг друга. Есть много других примеров. О чем же идет речь? Что есть разные грани истины, да, разные явления в духовных мирах. Например, когда идет о Аврааме, то можно прийти к Всевышнему различными путями, да. И здесь идет речь о том, что когда Яков благословял своих детей, у которых метато было ашнемато, благословение стало в том, что даже отрицательные явления, которые, например, вызывают страдания как болезни, могут быть использованы в положительной форме. Например, Исурей Аава, да, то есть, они используются для того, чтобы человек использовал их как пружину, как рычаг для того, чтобы исправить себя. Это не значит, что они излечиваются автоматически, не значит, что все всегда бывает хорошо, но они могут служить для этой цели, и в них есть духовный смысл. То есть, духовной нагрузки в болезнях не было до этого, и она появилась. Так бы я понял этот медраж, и если вы думаете, что, знаете, я, называется, апологетика, что я, так сказать, чувствую, что есть какое-то несоответствие, я что-то накручиваю, чтобы как-то все состыковать. Я вам приведу много примеров из Танаха еще до современной науки, которые так интерпретируют болезнь. Например, король Мелах Аса, да, царь, которого звали Аса в Танахе, и он, например, так говорит, что он пошел к врачам и не использовал болезнь, как вот такой рычаг. Или Хискиягу, который был праведным царем, тоже был некий критицизм, что он недостаточно использовал этот рычаг. И также говорил, например, Рамбан и, в принципе, Маймонид также считал. Но между ними было разногласие между Маймонидом и Нахмонидом о том, насколько этот рычаг выражен в нашем, так сказать, огрубленном материальном мире. Нахмонид Рамбан считал, что изначально все явления этого мира скрыты чудеса, и поэтому болезни тоже в идеале человек должен так использовать, как чисто духовное явление. Но так как мир не идеален, то все равно нужно ходить к врачу и брать лекарства и т.д. А Маймонид говорил, что в нашем мире он настолько, так сказать, мы настолько отдалены от уровня пророков, что в нашем мире человек изначально должен действовать рационально, и, конечно, он должен использовать эти явления как рычаг, чтобы делать шуву. Но как человек благословляет после того, как он ест хлеб, так же он должен, например, идти к врачу и благодарить Всевышнему, что Всевышний лечит его через врача. Есть разные подходы. Но, в общем, я думаю, что я, так сказать, ответил на этот вопрос, и действительно меня это не смущает. И, опять же, все зависит от понимания источника и понимания подхода к нему. Спасибо.